Всем привет! С вами Айка и сегодня у нас мукбанк. Прежде чем начать, мне бы хотелось попросить вас, тех, кто не подписан на мой канал, потому что 60% моих зрителей смотрят мои мукбанки без подписки. Так, по секрету, я буду благодарна вам, если вы подпишетесь. Я очень хочу добить 300 тысяч подписчиков. Итак, давайте приступим. У нас здесь Цезарь, просто лошадиная доза Цезаря. Также у нас пирожки в слоеном тесте. Посмотрите, минуточка АСМР. Просто обалденно. Приготовила мама, Цезарь готовила я. Кстати, рецепт на Айкуке тоже снимала я, Цезаря. Так что обязательно переходите, смотрите. Вот давайте приступим. Очень много наложила я себе. Салат Айсберг. У нас в некоторых ресторанах просто кладут обычные листья салата. В Цезарь. Обошла честно три магазина, не смогла найти помидорки черри, поэтому пришлось обычные помидорки нарезать. Видимо, они плохо продаются, черри. Поэтому не везде завозят. Совсем далеко идти не стала. Но те магазины, где я ходила, смотрела, не нашла. Сегодня ночью был такой ветер. Я проснулась среди ночи, мне стало так резко страшно. Я просто смотрела видео. У нас есть такой район, закатала. Там просто стоит здание. Настолько сильный ветер, что резко ветер сносит крышу. И у меня прям всю ночь был страх, что у нас тоже произойдет что-то такое. Настолько просто сильный ветер. У меня был одногруппник. У них была квартира. Прям, знаете, в Баку самая высшая точка. И вот там стоит у них дом. Элементарно, даже когда малейший ветер, у них там стоял просто такой свист. Я представляю, что происходило сейчас. Баку вообще называют городом ветров. С одной стороны, это хорошо летом, это классно. У нас очень редко бывает духота. Но зимой это огромный минус. Летом просто спасаешься от жары, а зимой наоборот. Этот ветер просто въедается в ваши кости. Такое ощущение, что минус 30. очень вкусный тезарь получился. Я еще выдавила немножко чеснока. Люблю чеснок. Вчера выложила в инстаграм сережки, которые мне нравятся. Сказали, я хочу купить. Точнее, у нас с мамой был спор. Мне понравились сережки. Очень понравились. Прям очень. Но мама говорила, что это полная безвкусица, ужасные серьги, не покупай, не позорься и так далее. И я решила выложить эти сережки в инстаграм, чтобы спросить у вас. Устроила голосование. И как вы думаете, 80% ответила, что ужасно. Я уже сегодня планировала пойти их купить. Даже деньги с банка сняла. Потому что у меня налички всегда очень мало. дома, вот если все углы прошарить, у меня максимум, там, не знаю, 200 долларов в наличке. В магазинах везде расплачиваются карты. Редко где использую наличку. Картами намного выгоднее. Хотя, с другой стороны, когда ты расплачиваешься картой, ты тратишь намного больше. Потому что, когда у тебя в кошельке, например, 100 долларов, и резко эти 100 долларов куда-то исчезают, ты начинаешь думать, а, я уже потратила 100 долларов. А когда деньги уходят с карточки, у тебя такое ощущение, что тебе кто-то дарит все эти вещи. Не знаю, как у вас, но у меня всегда так. То есть, когда с карточки трачу, трачу очень много. Хочу я этого или нет. Деньги как-то сразу улетучиваются куда-то, непонятно. Какой вкусный цезарь получился. В общем, вы меня не поддержали с этими сережками. Теперь я не знаю, что делать. Я подвержена чужому мнению. Я все завидую людям, которые, например, одеваются как-то неординарно. У них какой-то свой стиль. Им плевать на окружающее мнение. Плевать, кто что скажет. Вообще, жизнь надо так. Я пока что не умею. Я только-только научилась неостро реагировать на какие-то оскорбления в интернете, на какие-то плохие комментарии. Хотя, сказать честно, у меня не так много негатива. Мне кажется, в свое время просто я таких людей начала блокировать. Потому что плюс-минус негатив пишут. Они и те же. И когда ты блокируешь этих людей, эти люди не видят твои видео, и ты живешь тоже счастливо. На мой взгляд, не главное количество, а главное качество. у меня сейчас есть пару тем, которые меня раздражают, так скажем, когда пишут неправду на этот счет. Ну а так. Например, одно дело конструктивная критика. Не помню, под каким-то видео я у себя видела, девушка написала комментарий, что, Айка, твои видео стали, например, хуже. Не в плане еды, а в плане искренности. Раньше ты больше рассказывала, а сейчас как-то замкнулась в себе. Я понимаю, что девушка правильно говорит. Действительно, раньше видео были интереснее, потому что я больше всего рассказывала. Больше открывалась. Но, к сожалению, я это никак исправить не могу. то есть пока что мне комфортно так. Возможно, когда-нибудь я вам в подробностях все расскажу. Но не сейчас. Сейчас я морально не готова ко всему этому. я согласна с девушкой, что раньше я рассказывала больше личного. И где я это рассказываю, эти видео, кстати, я удалила. Наверное, просто мы меняемся. взгляды на жизнь меняются, какие-то обстоятельства вгоняют нас в какие-то рамки. Например, раньше мне очень нравились совместные видео, какие-то челленджи с подписчицами и так далее. Прошло время, сейчас мне это не нравится. Мне это неинтересно даже пересматривать свои старые видео. Возможно, просто я повзрослела. Возможно, этот контент перестал быть актуальным. Фиг знает. Ну, просто мне не хочется. Я снимаю не для просмотров, так скажем, если честно. То есть, есть темы, которые очень круто набирают, но я не готова это делать. Сейчас мои просмотры меня устраивают более чем. Я смотрела других мукбанкеров и у них там проблемы. С оплатой Тинькофф Банк отобрал 200 долларов. Типа комиссия была в шоке. 200 долларов комиссия. Как они это аргументируют? То есть, насколько это законно? Меня спрашивали, как у меня с оплатой. У меня с оплатой никаких проблем нет. Я живу не в России. Все садится вовремя. Нормально. Плюс-минус нормально. Не будем жаловаться. Какой цезарь вкусный. То есть, когда я услышала про это, я была реально в шоке. как может быть такая огромная комиссия? А если я заработала 150 долларов и 200 долларов комиссия, что тогда? Все мои деньги просто уходят на комиссию? мои просмотры, мой канал продвижения меня все устраивает. Ну, понятное дело, что есть проблемы с монетизацией, все дела. Ну, кому сейчас легко? Сейчас всем сложно. просто есть подписчики, которые искренне за меня переживают. Таких много. Многие интересуются, поэтому решила ответить на этот вопрос, что у меня проблем пока что. Ну, по идее, не должно быть. Я же не в России живу, правильно? Банк, естественно, тоже у меня не российский. единственная проблема, когда, например, у тебя покупают интеграцию, обычно это делают компании из России, например, как они мне будут платить, если платежи вот эти остановили. У меня в App Store, я не знаю, как у вас, Сбербанк невозможно загрузить. Потом, ВТБ невозможно загрузить. Ну, я очень довольна своим телефоном. Помните, когда я его купила? Я всегда была против айфонов, я думала, зачем, переплачу и так далее. Сейчас я понимаю, что оно того стоит. Я очень довольна. Даже вот влоги, какие-то части из влогов я снимаю на телефон. Может, вы заметили. Раньше я снимала на камеру. Просто, когда я что-то говорю, шум, гам, музыка и так далее, еле слышно, перепады вот эти. Потом я поняла, что, чем так, лучше просто сверху записывать звук. Особенно моя новая камера. У меня была старая камера. в общем, у старой камеры был такой плюс. Даже если ты на улице снимаешь, тебя хорошо слышно, а вокруг вот этот вот шум, то, что на фоне, это слышно плохо. А в моей новой камере наоборот. Весь шум вне, внутри твоей камеры, тебя совершенно не слышно. вообще этот марк 3 какой-то недоработанный. Не надо было спешить быстро его покупать. На него и обзорчиков мало было. Фокус постоянно прыгает. Я думала, я не доем. осталось совсем чуток. Давайте пирожки еще. Они с мясом идут. ммм. 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 у меня появилась идея просто я не знаю вам будет интересно или нет снять видео моя коллекция золота. Напишите пожалуйста в комментариях стоит или нет. ммм. я вам в влоге показывала новые сережки которые я купила я их не снимаю но такой же у меня есть браслет я вот их как купила надела уже три дня я с ними хожу не снимаю я люблю практичное золото чтобы его не надо было каждый вечер снимать потом мне в лом его надевать потом я забуду его надеть оно где-то там потеряется то есть я в этом плане очень безответственна я легко легко просто могу потерять поэтому я сразу покупаю такие вещи чтобы не снимать многовато я конечно сегодня наложила но цезарь был реально очень вкусный обязательно переходите готовьте вы тоже получается просто обалденно пирожки тоже очень вкусные просто я обжралась этим цезарем поэтому пирожки меня даже не хватило на этом все берегите себя не забывайте подписываться на мой канал чтобы я радовала вас как можно больше новыми видео с вами была Айка всем пока